Немецкий город Гамбург Это редактирование факта Вернее, даже не столько делать, сколько начнем И будем акцентировать внимание на тегах, на метках, на блейзере, если хотите Ну и на обработку этих самых меток Начнем Итак, по традиции я сначала покажу то, что я уже сделал В общем-то, чтобы у вас опять же было представление, с какого момента мы начинаем Итак, первое, что я сделал Я сделал кнопку «Изменить», которая появляется только при том случае, если я вошел как администратор Смотрите, нажимаю «Выход», кнопка «Изменить» исчезла Нажимаю «Вход», ввожу пароль Очень длинный пароль у меня Я его запомню ненадолго Ну и, в общем, как только я захожу, появляется кнопка «Редактировать» В общем, что я еще сделал Смотрите, допустим, я нахожусь на 10-й странице Просматриваю вот этот факт, называется «Хаджа» Насреди нажимаю «Открыть» Ухожу на страницу просмотра шоу Нажимаю «Назад» И я прилетаю обратно на эту же страницу То есть тому же факту, на котором был По этому же принципу будет работать и кнопка «Изменить» Ну, давайте на него я и нажму Я сделал и большую форму Отобразил здесь теги, которые будут использоваться В общем, если нажимаю «Отмену» Я опять прилетаю к этому факту, чтобы было удобно как-то навигацию осуществлять Потому что мало ли, с какого места придется редактировать Ну и, в общем-то, здесь у меня отображается сам факт Здесь у меня отображаются, как вы поняли, метки И если я, допустим, сделаю сейчас вот таким вот образом F12 Я покажу, что у меня есть вот эти метки Я сейчас покажу, как они в коде обозначаются И есть специальное поле, которое называется «Total Text» Вот оно равно 3 Если я сейчас здесь поставлю 0 И попробую нажать «Сохранить» Ну, у меня будет ошибка То есть сейчас это не работает по такому принципу Что нужно, чтобы хотя бы или один Или от одного до восьми меток было привязано к тегам Ну, то есть, другими словами Мне нужно сделать таким образом Чтобы при удалении одного Ну, если я удалю все вот эти вот метки Ну, то есть теги к этому факту То у меня вот здесь вот должна появиться Где эта циферка Циферка 0 Где-то тут я вот сейчас ее увижу Вот она, она Здесь ее чуть-чуть не видно Вот, и таким образом будет срабатывать валидация Как это можно сделать? Очень просто Можно использовать JavaScript Который обновит это скрытое поле Которое не видно Можно при добавлении метки Прибавлять, соответственно, к этому полю Опять же, использовать JavaScript Ну, или поступить немножко другим способом То есть использовать, например, Blazer Который это будет делать Ну, посредством, конечно, сигналара Который также использует JavaScript Но, тем не менее Тем не менее, это будет тоже работать И вот, собственно говоря, у меня задача Сделать вот этот вот самый компонент Который для начала будет отслеживать Вот этот вот функционал Более того Вот эти метки должны и рендериться Как раз То есть вот эти вот метки Вот все Они должны также рендериться В этом компоненте И, соответственно, таким образом Я смогу их обрабатывать И, более того При добавлении и удалении меток Я смогу в этом же контроле Где-нибудь вот в этом месте Или вот в этом Набрав начальное слово метки В выпадающем списке Или в каком-нибудь там Видеоблако Еще как-нибудь Отобразить список найденных И по нажатию на нее Добавить ее в этот список В общем Такое понятие Как редактирование Самого тега Я не буду делать Потому что Мне нужен только сам тег И, соответственно Я буду их редактировать Наличие у этого Собственного факта Ну, в общем Я уже сказал Что я хочу делать Теперь давайте Приступать к этому Еще, друзья Давайте пробежимся Немножко по коду Чтобы то, что вы увидели У вас нашло ассоциации С тем, что было в коде Итак Есть страница Индекс Там есть Факты Сейчас я найду Где они отображаются Вот Паршал вью Нажимаю в 12 Здесь теперь появилось Помимо фактлинк Который был в предыдущем видео Я добавил факт actions Который, если пользователь Аутентифицирован Как раз Показывает эту ссылку Который генерирует Переход на Контроллер факт Action edit ID Подставляет Это идентификатор Как вы помните И соответственно Get return URL Берет из экстеншена Который, в общем-то Доступен в коде И подставляет Хэштег и Model То есть, как раз Будет анкор Для возврата на эту ссылку В общем, мы на выходе Получаем в return URL Вот в этом месте Да, кстати Вот в этом месте Где-то тут у нас есть Edit Да, вот он есть Edit Так, это Edit на чтение Нет, это уже пост Секундочку Вот, есть Edit на чтение Обе ссылки Защищены Атрибутом Авторайс То есть, туда может зайти Только авторизованный пользователь Который есть Администратор Roll И, в общем-то Вот это ID-шник Вот он Return URL Я его прокидываю В новый Медиатор Хэндлер Вернее Request Который В общем-то Вот он Он Который Имеет свой собственный Хэндлер Вот он Он Который Просто создает Operation Resolve В базе Берет По идентификатору Ой По идентификатору Берет Сущность Факт И проецирует Ее То есть, через Projection Вводит ее Вот таким вот образом Fact.umodel И если Не найдено Нет, если Найдено Тогда возвращается Result А если не найдено То Exception Нетфаунд И в общем здесь все просто На самом деле Здесь можно было Использовать Естественно Еще и маппер И вот это вот Энтити Без вот этого Сделать Маппинг На эту Сущность Для этого Result Ну я не стал Этого делать Чем меньше Вэммаппер Использовать И тем Собственно На мой взгляд Лучше Потому что В памяти Меньше мусора Ну и в общем В контроллере Есть Получить Эту страничку С редактированием И есть Сейв страничку Которую уже Отрабатывают По Пост Вербу Так называемым И здесь У нас Если Окей То просто Пока Делается Редирект На страницу Которая была С ретурном В общем я могу Показать Как это работает Я нажимаю Редактировать Нет Я не нажал Редактировать Я должен Сначала Зайти Ой Это главная Страница фактов Я не туда Зашел Вот Я нажимаю Сюда Давайте Обновим Чтобы снова Цифра К3 Появилась И нажимаем Сохранить А нет Не так Не получится Итак Нажимаем Сойти И просто Без изменений Захожу Вот я опять Попал На этот факт То есть никаких Изменений не было Это такой Исходной информации Да И что еще здесь Делаю Я соответственно Кроме того Что здесь добавил Факт Экшенс Я эти сами Экшены И еще я добавил Страницу Редактирования То есть это Это та самая Страница Которая Отображает Вот этот факт Для редактирования Здесь есть Скрытые поля Которые Скрывают Ненужные Но для ViewModule Обязательные Поля TotalFacts ID И Return Вот он TotalFacts Вот у него Валидация Отображается Здесь Я бы даже Наверное Чуть ниже Опустил Ну или нет Давайте ниже И сделаем Здесь вот Такую Секретную Кнопку Нет Это очень Секретная Кнопка Вот так Вот я просто Хочу Чтобы она С новой Страчки Показывалась Так Это мне Не нужно Вот Ну и Кнопка Сохранить Она Соответственно Делает Submit А кнопка Отмена Как видите Она делает URL Content Return URL Ну то есть То что ко мне Прилетело Туда она И перебрасывает Здесь у меня Так Это что Она капризничает Понятно Это пока Это в принципе Можно написать Не равен Ну Ну вот так Вот она точно Понимает А нет Не понимает У меня Тег Может быть Пустой У меня Model Может быть Пустой Я вот так Вот могу Сказать Так Ну и В общем-то Здесь он у меня Уже конечно Проверяется Хотя Здесь он требует Его еще раз Проверку Непонятно Наверное Вот эта Конструкция Должна Сработать Да Наверное Сработает И теперь Здесь вопрос Не нужен Да Ну Razer Просто Нет Не понимает Ну Одно Бог с ним Не важно Пусть остается Как есть Это в принципе Не важно Итак Что мне нужно Мне нужно Чтобы вместо Вот этого Контрола Отображался Какой-то Ну Видимо Razer Какой-то Компонент Который Будет Возьмет На себя Всю Обязанности По Обработке Этих Тегов То есть Туда Будет Приходить Какие-то Теги Он их Будет Обрабатывать Можно Будет Там Добавлять Удалять Редактировать Искать И После Того Как Я Нажимаю Там Добавление Метки Она Добавляется В спицах И Таким же Образом Должна Рендериться В общий Сабмит В общую Форму И Без всяких Изменений Прокидываться На модель Ну В смысле На Вью На Бэкэнд И Там Должна Обрабатываться То есть Я хочу Обособить Вот эту Штуку И Для этого Придется Мне Проделать Некоторые Операции Перед тем Как начать Еще Такой Вопрос Смотрите Как я Говорил В самом Начале Можно Метки Обрабатывать По-разному Можно Каждую Метку Добавлять Отдельно Удалять Отдельно Можно Прокидывать В Тег Клауд Хелпер Тег Нет Тег Хелпер Плохое Название Потому Что Это Созвучно Ну Значит Тег Процессор Я сделаю Который Будет Просто Получать Пачку Меток Для Какого То Факта И Определять Какие Нужно Добавить Какие Нужно Удалить Это В принципе На Мой Взгляд Рабочая Система И На Выходе Просто Будет После Изменения Самого Факта Обрабатывать Эти Теги Может Как-то В транзакции Не знаю Нужно Ли Это Делать Посмотрим Что Будет Дальше Ну И Давайте Наверное Все Таки Начнем Я Здесь Не Буду Сохранять Нет Не Буду Сохранять Остальное Позакрываю И Первым Делом Соответственно Мне Нужно Сделать Как Раз Этот Самый Компонент На Блазере Давайте Для Начала Создадим Этот Компонент Соответственно Будет Разрешение Иметь Ой Расширение И Теперь Давайте Я сделаю По образу Подобию Как я Это Собственно Горя И Раньше Делал Я Назову Такой Же Я Вернее Создам Такой Же View Model Для Этого А Нет Я их По-другому Называл Да Model Наверное Да C Шарп И Вот В этом Компоненте Сделаю Component Base И Вот Здесь В этом Самом Разрешение Сделаю In Чтобы У меня Вся Бизнес Логика Была Вот Отсюда Model Вот Как-то Вот Так Ну И Теперь Собственно Гля Нужно Здесь Что-то Нарисовать Какие-то Данные И Я Первым Делом Возьму И Перенесу То Что У У меня Есть Уже Навью Которая Называется Edit То Есть Для Начала Я Сделаю Вот Таким Вот Образом Ctrl X В Этот Компонент Перенесу Теперь У меня View Должна Здесь Получить Model Ну И Тут Собственно Гля Начинается Самое Интересное Во-первых У меня Здесь Model Нет Нет Это У меня Просто Набор Стрингов Ну В Хорошем Смысле И Здесь Я Должен Написать Что Это Всего Лишь Строчки То Есть Model У меня Будет Конечно Мне Нужно Нужно Перейти Вот Сюда И Здесь Создать Те Самые Свойства Ну Во-первых Это Свойство Будет Иметь Значение List String И Это Будет Text Это Как минимум Во-вторых Я должен Поставить Параметр Который Говорит О том Что Это Будет Приходить Откуда То Извне То Это Будет Устанавливаться Дальше Что Мне Еще Потребуется Так Здесь У меня Есть Tag Так У меня Здесь Вот Эта Штука Работать Не Будет Но Вот Эта Штука Мне Также Нужна Давайте Я Также Создам Вот Здесь Это Будет По большому Счету Это Не Будет Параметр Если Честно Это Будет Просто Свойство Которое Int И Будет Называться Total Text И Оно Будет Расчетным То Есть Оно Всего Лишь Навсего Будет У меня Работать По Такому Принципу А Давайте Вот Так Сделаем Так У меня Теги Могут Быть Пустыми Давайте Я Сделаю Красиво Она Будет Рассчитывать Text Нет Count Не 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 Count Вот Вот Так Вот То Есть Ну 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 И Если Ну Тогда Вот Так Нужно Поставить То В Крайнем Случа Если Теги У меня Не Пришли То Total Text Будет Равен 0 Это У меня Расчетная Величина И Теперь Вот Это Будет Работать Так Стоп Коллеги Вот Эта Штука У меня Здесь Работать К сожалению Не Будет Чтобы Это Все Правильно Работало На Форме Мне Нужно Чтобы Вот Эта Штука Оставалась Здесь А Здесь Я Должен Написать Component Type Равен Type Of Как Вы Помните Text Editor Component И Здесь Мне Нужно Обязательно Указать Render Сервер Будет Пререндер И Сюда Я Уже Могу Указать Ну Давайте Это Оставим На Этой Строчке А Это Перенесем На Следующую И Напишем Params Нет Парам Так Как Я Назвал По Мому Просто Text Да Text Так Назовем Text Равен Model Точка Text Видимо Вот Так Model Text Смотрите Вот Эта Штука Должна Быть Где-то Здесь Потому Что Она Валидируется От Этого Объекта Вот Она Находится А Вот Это Вот Каким-то Образом Должен Работать Компонент Отрисовывать И Обновлять Вот Эту В том Числе Штуку Я Понимаю На Первый Взгляд Это Непонятно Но Будем С Этим Что-то Делать Итак Давайте Для Начала Сделаем Что Мне Нужно Сюда Передать Теги И Вот Таким Вот Образом Они Отрисуются В общем Я Ну да Вот Эта Штука Мне Здесь Не Потребуется Потому Что Она Здесь Абсолютно Не Нужна Вот И Давайте Запустим Проект Увидим Что Сейчас Все Работает Таким Ж Образом Как И Было До того Как Мы Начали Что-то Делать Давайте Будем Иерархию Доминирования Менять Отлично Смотрите Как оно Было Так Осталось Единственное Что Здесь У нас Исчезла Метка Ну Это Легко Поправить Вернемся Назад Сделаем Здесь Такой Лейбл ASP For Это У нас Будет Text Нет По-моему Text Count Или Text Давайте Посмотрим Во View Модули Метки Для Факта Это Text Count А И тот И тот Можно Выбрать Рояль Не Педалит Ну В смысле Роли Не Играет Вот И Давайте Еще Раз Запустим Чтобы Уж Прям Совсем Все Было Красиво Я вот Это Закрою А вот Это Обновлю Ну Да Вот Они Метки Для Факта Появились Ну И Что На самом деле Мне Здесь Вот Эти Вот Сами Формы Редактирования Или Как Они Компонент Ой И Как Они Называются Господи Контролы По Редактированию Вот Этого Вот Каждого Из Тегов Они Не Нужны Я Здесь Буду Уже Просто Отображать Но Они Нужны Для Того Чтобы Форма Отработала Давайте Я Вам И На Пост Здесь Бряка Стоит Давайте Запишу В Дебаге И Покажу Смотрите Неважно Где Рисуется Форма Из Каких Частей Она Состоит Главное Что Она Под Нажатие Кнопку Сабмит Собиралась В Единое Целое То Другими Словами Я Нажму Сабмит Нажму Бряк Поставлю Вот Здесь Она Уже Стоит Это Edit Get Пост Да Совершенно Рисуется Упс Нет Сорян Вот Эта Часть Рисуется Через Блейзер То есть Другими Словами Вообще В другом Месте Даже В другой Сборке То Вот Это Вот Вот Это Вот Все По Нажатию Кнопки Формируется И Переправляется Да Что Такое Судина Кнопки Не попадает Попадает На Форму Давайте Покажу Я Нажимаю Сохранить И У меня Во В Модуле Все Теги У меня Есть Total Текст Который Там Где-то Как-то Ну И В общем Все Остальное Что В общем То И Нужно Другими Словами Нужно Понимать Что Вы Рисуете С разных Юшек С разных Компонентах Или С разных Сборок Одну И То То Есть Они У меня На Форме Не Видны Так же Как В общем То И Вот Эти Вот Но Они Все Равно Будут Присутствовать А Теперь Мне Нужно Соответственно Отобразить Вот Эти Теги В Каком То Виде И Вы Не Поверите Я Буду Так Давайте Все Лишнее Позакрываем Чтобы Она Не Мешала Вот И Вы Не Поверите Я Буду Использовать Компонент И Наверное Тут Который Текс Где-то У нас Тут Есть Вот Текс И Он Рисует Как Раз Ссылки Нет Не Совсем Его Получится Использовать Потому Что Он Для Отрисовки Использует Тег View Model Для Того Чтобы Тег View Model У Меня Как Вы Видите Находится Вот В Этем Вот В Этой Сборке Вот Для Того Чтобы Было Видно Здесь Мне Нужно Тогда Поднять Вот Этот View Model На Уровень Выше И Сделать Референции Но Без Борг Я Возможно Говорю Непонятно Но Я прошу Простить Я В общем То Мысли Вслух И Таким Образом Получается Что Мне Нужно Вот В этом Компоненте Использовать Примитивы И Я Здесь Сделаю В общем То По Простому Да Я Возьму Таким Образом И Здесь В общем Нарисую Некоторую Разметку Давайте Я Сделаю Таким Образом Так Вот Эта У меня В разметке Не Участвует Она Все Рано Невидима А Здесь Делаю Так Вот Класс Будет Row И Сделаю Еще Вот Так Див Умножить На 2 Вот Они И Первый Будет Класс Наверное MD Пусть Будет Нет Конечно Ж Call MD Точка 8 А У Второго Класс Call MD Точка 3 Ну То То Есть Разбью На Две Колонки Которые Будет Одна Чуть Больше Другая Чуть Меньше И В Одной Колонке Я Буду Ображать Вот Так Вот Если Текс Не Равен Ну То То Есть Вообще Не Равен Ну И Вообще В For Each Нет Давайте Я напишу For Each Text Tag Tag И Здесь Скажу Что Это Будет У Меня Ну Давайте Сделаем Span Нет Span Класс Будет Ну Пусть Будет Button Ну Это Будет Кнопки Outline Secondary Слева Справа Сделаем Отступ И Снизу Сделаем Отступ Здесь Нарисуем Tag Ну Здесь Потом Сделаем Как раз Функцию Возможность То есть Нарисуем Функционал По добавлению Того Самого Тега Поиск И Все Такое Ну Осталось Только Запустить Проверить Что Я Ошибся В разметке Берем Первый Попавшийся Нажимаем Редактировать И Да Они Видны Ну Давайте Еще Кое Что Добавим Так Это Я Уберу Давайте Сделаем Здесь Такую Штуку Которая Называется Font Awesome Ну Вот Эти Ну Вы Знаете Fat Times Отличная Штука И Здесь Я Могу Нажать А Нет Это Мне Придется Откомпилировать Но Это Минус Блэйзера Что Пока Вы Не Откомпилируешь Компонент Не Отобразится То есть Рендеринг В Реалтайме Не Работает Ну Может Потом Когда Нибудь Сделает Но Тем Не 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 Нажимаем Релоад Нет Не Получилось Релоад Ну В Общем То Ага У Меня Значит Не Установлены Метки Давайте Я Установлю Font Awesome Найду На CDN Подключу И Тогда Это Будет Красиво Ну И Я В Общем То Как Вы Видите Нашел Вот Эту Вот Ссылку И Теперь У Меня Будут Красиво Отображаться Давайте Запустим Нажмем Редактировать Любой Факт Ну И Как Видите Теперь У Меня Метки Показываются Таким Образом Что Можно Понять Что По Нажатию Их Можно Удалить Ну Пока Этот Не работает Давайте Его Все Таки Сделаем И Для Этого Нужно Перейти В Этот Компонент И Теперь Мне Здесь Нужно Понажать На Вот Эту Штуку Сделать Вот Такую Штуку Он Клик Нет Не Ну Он Клик Конечно же Он Клик И Здесь Видим Так Delete Ну Видимо Тег Наверное Вот Так Вот И Теперь Этот Метод Нужно Написать Здесь И Давайте Вот Так И Напишем Protected Void Tag Нет Давайте Он Называется Delete И Сюда Приходит Строка Это Название Тега И В Общем То Здесь Начинается Первое Первое Непонятное Давайте Во-первых Переименуем Потому Что Delete Слишком Абстрактное Понятие А Delete Tag Как бы Более Понятное Ну Здесь Первое Что Нужно Сделать Есть Тег Из Empty Давайте Тогда Не Так Нет Этого Экстеншена Стринг Из Empty То Есть Если Она У меня Сюда Ничего Не Было Передано Я Буду Просто Делать Return И В Общем То До Свидания В Противном Случае Мне Нужно Из Списка Тегов Var Tag To Delete Мне Нужно Из Будут У меня Заглавные Буквы Там Иметь Значение В Общем Она Удалит И Теперь Если У меня Tag To Delete Не Равен Ну Тогда Я Его Делаю Наоборот Давайте Сделаем По-другому Если Из Ну Тогда Return А Если Не Ну Тогда Tag Remove Ну Видимо Tag И Теоретически Где-то Вот Здесь Ре Коды У Меня Такая Есть Ой Update Tags Count Мне Нужно Здесь Сделать Чего-то Никто Написал Count Чтобы У меня Значение Обновилось На Форме То Мне Нужно Как-то Видимо Через JavaScript Сказать Что У Меня Количество Тегов Изменилось То Я Должен Изменить Тот Самый Вот Этот Вот Параметр И Тогда Давайте Наверное Тоже Это Сделаем Для Этого Нужно Что Ну Опять Ж У Меня Есть Сборка Которая Называется Razor Library Здесь Есть Метод И Здесь Мне Нужно Добавить Метод Который Будет Обновлять Собственно Гля Этот Тег Каунт Или Как он Там Называется Тег Тотал Export Function Ну Допустим Set Тег Тотал И Мне Нужен Здесь Элемент Как Он Называется И Вэлю Который Я буду Ставить И Соответственно War Control Какой Нибудь Равен Документ Ну Видимо Селектор Не Помню Как Называется Селектор А Мне Нужно Select Query Селектор И Здесь Мне Нужно Подставить Ну Видимо Вот Такую Штуку Да Нет Наверное Вот Так Собака Элемент И Вот Так Нет Что-то Не То По-моему Здесь Нужно Еще Вот Такую Штуку Поставить И Вот Так Вот Так Вот Projection И Если Interpolation То есть Ничего себе Яско Кабанул Если Если Control Нет Если Control Вообще Существует Тогда Control Value Равен Value Вот 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 Собственно И Все То То Есть Я Буду Где-то Из Blazer Дергать Вот Этот Вот Метод И Я Буду Дергать Видимо Из Enterop Здесь У меня Уже Как Invoc 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 Async И Здесь Я Скажу Давайте Я Не Скажу А Тупо Скопирую Воу Нет Не Так Мне Нужно Только Вот Это Название Control C Здесь Control Z И Control V Message Мне Не Нужно Мне Нужно Только Ну Мне Нужно Value Вообще То И Соответственно Здесь Так Вот Я Напишу Value Вот И Таким Образом Получается Что У меня Функция Почти Готова Сейчас Я Результат Удалю Вот Вот Примерно Так Что-то Не Хватает Sync Нет Наоборот Лишнее Потому Что У меня Нет Return Вот И Теперь Где То Видимо Вот В этом Компоненте Я Должен Прокинуть Сюда В Конструктор Этот Enter Об Ну Я Это Буду Делать Inject И Здесь Как Раз Проб Будет IJS Runtime Давайте Так Назовем JS Runtime Так Это Поставим Сюда И Вот Здесь Как Раз Вот Этот Вот Рuntime Вызовем Итак Wait Мне Тут Видимо Потребуется Для Начала Дальше Мне Нужен New Razor Interop Сюда Мне Как Раз Потребуется Тот Самый JS Runtime И Здесь Я Должен Подставить Total Text И Видимо Text Account Я Сюда Должен Передать Ну И Теперь У меня Delete Уже Превращается В Task Так Ну И Раз У меня Сюда Перейдется Строка Я Перейду Сюда Целое Число Давайте Я Тоже Сюда Передам Number Ой То Вернее Сюда Будем Передавать Int А Там Дальше В общем То Не Важно Ну И Теперь Как Вы Понимаете Как Только Я Нажму Удалить Давайте Проверим Что Это Теперь Работает И При Удалении Тега У меня UI Должен Обновиться Нет Что То Еще Пока Не Работает И Тут Конечно Ж У меня Случилось Непонятка Ну Во Первых Раз Мы Сюда Передаем Какое То Значение То Название Тега Тогда Это Нужно Делать Вот Таким Передам Теперь У меня Здесь Функция То Есть Мы Теперь Сможем Это Запустить Открываем Изменить Здесь У нас Три Нажимаем И Не у нас Удаляется Осталось Проверить Что У нас Оу Не Получилось Селектор Чего-то Не Работает Так Селектор У нас Не Работает Потому Что Документ Подчеркиваю А Документ 2 Not Found Давайте Найдем Как Он Называется Возможно Я Где-то Просто Ошибся Итак У нас Есть Поле Которое Называется Тег С И Здесь Мы Делаем Квари Селектор Подчеркивание 2 Видимо Нужно Посмотреть Что Я Прокидываю Бряку Так Аккаунт Тег Номер Тег А Тег 2 Мне нужно сюда Передать Не только Ну Да Конечно же У меня здесь Это название Total Total Text Она его просто Не нашла Соответственно Не подменила Давайте Еще раз Нажимаем Изменить Нажимаем F12 Ну Можно И так Конечно Находим Это То Что Должно Было Подмениться Где он Вот он Троечка Стоит Теперь Нажимаю Удалить И как вы видите Значение Изменилось То есть То что И требовалось Доказать То есть Если я сейчас Удалю Удалю Станет 0 И теперь Форма Станет Неактивной Вот Требуют Советки Ну И еще Кажется У меня Не сработала Unobstruzive Validation И Скорее Всего Это Потому Что У меня Поле Которое Пытаюсь Проверить Вот Это Вот Text Оно Скрытое Поэтому Оно Игнорируется Для Того Чтобы Оно Стало Доступным Мы Сейчас Создадим Небольшой Джессовский Файл Вот Так Назовем Custom Какой Нибудь Validation Джесс Ну И здесь Давайте Я Постарообрядчески Напишу Function Ну Коллеги Как вы понимаете Без jQuery Никуда Здесь Я создал Небольшую Функцию В которую Установил Не Игнорировать В том числе Скрытые Поля В общем Теперь У нас Есть Этот Самый Файл Его Нужно Добавить На Форму Редактирования Я Нажимаю Сохранить Я Нажимаю Запустить Так У нас Открылся Сайт Давайте Выберем Какой-нибудь Интересный Факт И Давайте Сразу Откроем Панель Вот Смотрите Я Удаляю Все Собственно Говоря Нужные Давайте Еще Один Нюанс Покажу Кстати Наверняка Это Будет Интересно Нажмем F5 Смотрите Сейчас У меня Вот Таким Вот Образом Я Поступлю Нет Ничего Но Как Только Я Начинаю Удалять У меня Автоматически Загружается Razor.js То есть Тот В котором Выполняется Метод Который Обновляет Тег Это Это Очень Интересно Кстати Заметьте Ну И В общем Я Удаляю Все Теги Нажимая Сохранить У меня Валидация Проходит Ну В общем Как бы Все Сработало Красиво Ну И На Этом Я Вынужден С вами Попрощаться Видео Уже Получилось Длинным В следующем Видео Мы Продолжим Создание Формы Редактирования Как Вы Понимаете Мы Будем В базе Данных Искать Теги И Добавлять В список Тегов То есть Список Меток Которые Принадлежат Факту Другими Словами Нужно Будет При Сохранении Факта Проверить Наличие Новых Которые Были Добавлены Наличие Удаленных И Хитрыми Движениями Магическими Удалить Удаленные Добавить Добавленные И оставить В покое Те Которые Не Изменялись Ну Продолжение следует...